Слава Украине! Приветствую от Полонского! Доброе утро! Великобритания на саммите НАТО сегодня анонсировала новый пакет помощи Украине. Он будет включать следующие вещи. Прежде всего снаряды для английских танков Challenger 2. Более 70 бронемашин и машин логистики. Ну имеется ввиду, я не знаю, грузовики, наверное, они не указывают именно такие логистические машины. А также 65 миллионов долларов на создание реабилитационного центра для наших военнослужащих, которые восстанавливаются после тяжелых ранений на фронте. То есть вот еще от одной страны мы получаем сегодня пакет помощи. Соответственно, говорит, знаете, что Европа не хочет нам помогать. Ну вы же сами видели, какой пакет помощи Германия предоставила, Финляндия. Да все практически, все страны просто не все афишируют, но Болгария, Штаты и так далее, и так далее. Надо понять одну простую вещь. Когда они предоставляют помощь, они забирают деньги у своих налогоплательщиков. И потом им нужно за это дело отчитываться. В отличие от той системы, которая была у нас при предыдущих властях, когда просто распределялись материальные богатства между кумовьями. Да и сейчас, собственно говоря, видели эту депутатку Марченко, Колю Котлету и так далее. То есть таких много тоже. Это все продолжается. И в другой раз тем же англичанам, американцам, немцам и так далее, очень тяжело объяснить своим избирателям, куда пошли их деньги. Поэтому они очень осторожны при передаче военной помощи. Слава Богу, что сейчас военная помощь за ее крадишку, скажем так, по головке не погладят. И, соответственно, у нас тоже начали, ну хотя бы начали бороться хоть каким-то образом с теми, кто ворует, пока не при власти. Ведь посмотрите, вы можете припомнить, при том же Порошенко, Януковича, я сейчас даже Януковича беру, потому что при Порошенко, при Януковиче, при Кучме, чтобы судили депутатов правящей партии. Я такого не помню. Может быть было когда-то, но вот я не вспомнил. Сейчас, слава Богу, начали судить. Я к чему? Что вот очень многие говорят, что Англия не хочет помогать, Америка не хочет помогать. Очень часто не хотят помогать просто потому, они хотят помогать. Они хотят помогать, но они хотят видеть, они хотят быть уверенными, по-другому давайте скажем, в том, что эта помощь не будет объектом каких-то серых схем. Конечно, с военной помощью это сделать сложнее, всякие серые схемы, но Коломойские, Порошенки и прочие олигархи всегда на чеку, и вы же прекрасно понимаете, что готовы абсолютно всегда сделать из того, что нельзя, вытянуть к себе. То есть то, что где-то плохо лежит, они поднимут моментально, потом тут же Порошенко сделает пиар себе, посмотрите, я привез два грузовика, спер 20 тысяч грузовиков, привез два, посмотрите, как у нас все красиво, я молодец, вот я с Мариной поскакал перед камерами, уехал назад, все. Это я условно говорю, там не только в Порошенко дело. Ну просто этот пиарится на каждом шагу, так противно выглядит просто таким образом. То есть, смотрите, нам хотят помогать, но не хотят видеть, не то чтобы свою помощь разворованную, а свою помощь, которая участвует в разных мутных схемах. Оно было что раньше, оно и сейчас немножечко это есть, или множечко, я не знаю сколько есть. Поэтому, вы знаете, почему вот нет такой помощи, как, я не знаю, хотя в принципе она большая эта помощь, но вот нет такой помощи, как мы хотели. А я вам скажу почему, потому что, когда ваши дедушки, да не дедушки, папы, мамы, очень многих папы, мамы, очень многих они сами в свое время голосовали, вот скажем так, не за черновола, да, когда в свое время надо было голосовать. Вот это была категорическая ошибка, вот с того момента мы пошли, как говорится, не туда, а туда, в другую сторону. И создали государство, как это называется, клептократическое, да, которое тупо занято было тем, что тырило деньги у самого себя. Вот, приходят к власти товарищи, даже при Ющенко, да, ну все, вот пришел, пришел он к власти, давайте, ура, все. После Януковича все, такая эйфория, у Ющенко все возможности, и сразу набежали люби, люби друзей, люби кумовья, и продолжили делать то же самое, что было раньше. Ну, вот, вот, собственно говоря, и все. Поэтому, ребята, может быть, и при Черноволе, может быть, такое было, но у нас было бы, по крайней мере, шанс. Так, у нас были Кравчуки, Кучмы, Комуняка, Комуняка, Ющенко, ни рыба, ни мясо, Янукович, бандит, Порошенко, олигарх, вообще понятно, Ну, вот, Зеленский, не знаю. Во время войны он совсем неплох. Что будет после войны, не знаю. Понятия, понятия не имею, что будет. Поэтому, вот на Западе тоже понятия не имеют. Поэтому, скажем так, дают, отрывают от своих налогоплательщиков то, что вот считают возможным. Вот, собственно говоря, и все. Хотя, в принципе, дают довольно-таки немало, видите, вот, на фронте, вроде бы, ребята сейчас снабжены, и одеты, и обуты, и вооружены как надо. Но, если мы хотим, чтобы нам давали на порядок больше, у нас должно быть и порядку больше. Вот, собственно, и все. А так, вот, как некоторые там говорят, мало дали, F-16 не дали, то не дали, все не дали. А почему у нас нет F-16 своих? Потому что Порошенко, Кучмы, Кравчуки, за Януковича даже не буду говорить, и Ющенки, этот F-16 тупо расстылили по своим карманам. Вот и все. Все претензии туда. Был бы F-16? Был бы. Но его украли. И построили маедки, дуже гарнии маедки. Конча заспи. И не только. Вот, собственно говоря, и все. Будьте здоровы. Продолжение следует...